Далее до нас в эфире приеднуется Христо Грозев, журналист-расследовач проекту Беллинкет. Здравствуйте, я приветствую вас. Приветствую. Я бы хотела для начала спросить, по вашему мнению, мы слышим от Пригожина очень много, он постоянно поддерживает вот эту свою медийную активность, но на самом-то деле, вот какие цели он сейчас перед собой ставит, по вашему мнению? Ну, здесь надо смотреть на то, как произошло вообще, это его смелость и готовность пойти на мятеж, на военный госпереворот. Я думаю, анализировал очень долго это и предсказывал еще в конце прошлого года, что именно к середине этого года будет эта попытка с его стороны. Я думаю, что важно понимать, что он раньше был абсолютно лоялен к Путину, к власти, к ГРУ, к Министерству обороны, пока ему передавали огромные суммы денег, из которых он оставлял для себя как минимум 20-30%, чтобы и курировать человека Вагнер в Африке, в Украине и так далее, и так далее. Но когда готовилась эта война, сами эти генералы ГРУ, которые раньше практически его спонсировали, они решили заработать на себя. Поэтому они начали создавать проекты, которые были практически похожи на ГРУ, но деньги из которых мы пошли к ним. Он этого понимал, узнал. В самом начале войны его не пригласили. Он подключился только к концу марта 1922 года. И это навсегда его разозлило. Он понял, что нельзя рассчитывать этим друзьям, Фелите Кремлевской, и надо ему сам бороться за себя. Поэтому то, что сейчас произошло, это никаких идеологических разногласий нет у него. Он бы продолжал ту крадющую верхушку поддерживать и дальше, если бы они его не пытались отстранить. Поэтому сейчас действует, в принципе, оппортинизм. Но имейте в виду, что у него реальность там 15 тысяч, может быть, на 25 тысяч очень подготовленных бойцов, которые ненавидят Путина, которые решили, что Путин их сдал, слил, что он отправил их неподготовленными на войну, что он потом приказал сбежать из Херсона. То есть они его ненавидят, и они надеются именно на своего Пригожина, что он его устранит. То есть Пригожин здесь действует немножко и под нажимом своих бойцов, которые ожидают от него подвигов. Здесь вопрос дальше, что он, будучи оппортинистом, что он сделает от этого. И я думаю, что здесь есть один потенциальный выход, который не самый страшный, потому что он начал уже говорить политически, начал говорить о том, что войну начала олигархическая верхушка, которая хотела заработать на эту войну, что украинцы не такие плохие, как их описывали, когда подвели к войне. То есть он готовит и вариант, в котором, будучи как-то при власти, может быть, не его власть, не при власти, он сможет закончить эту войну, а не наоборот ее продолжить более агрессивным способом. Так что очень интересно будет смотреть, в какую из этих двух вилок он пойдет. Ну, интересно, кто может поддерживать Пригожина на этом пути? Вот не так давно была информация о том, что якобы Пригожин в своих вот таких вот издевках и выпадах в адрес Министерства обороны, в адрес Генштаба, он заручился поддержкой, в том числе и братьев Ковальчуков. Но вот как вам кажется, в этом своем, как он это называет, марше на Москве, действительно, на Москву, извините, действительно, кто может ему помогать сейчас в этом? У него остались контакты, которые раньше были его, можно сказать, спонсорами, политическими спонсорами. Это именно тот бывший замшеф ФСО, президентской охраны, который его практически создал. Это Дюмин, который сейчас является генерал-губернатором, кажется, Тульской области. Так что вот люди, бывшие из ФСО, они все-таки могут быть на его стороне и ему помогать. Какие из олигархов пойдут на его сторону? Вот есть слухи, что олигархи из Петербурга реально предпочитают него, чем Путина. Так что, ну, будет интересно. В ближайшие сутки мы будем знать намного больше, кто его поддерживает. Ну, действительно, CNN, кстати, пишет о том, что вот ближайшие 24 часа будут решающими для российского диктатора. Вы поддерживаете это мнение? Да, потому что я думаю, что сейчас все можно было предсказать до того, что случилось сейчас. А дальше факторов слишком много. Основной фактор, насколько деморализированной, демотивированной будет Росгвардия, будет ОМОН, будут те, которым приказано защищать Москву. Могу сказать, что люди изнутри Вагнера считали, что они встретят очень деморализированных людей при подходе к Москве. И поэтому, если это случится, то реально Путину конец. Ну, и мы видим, что даже в городах, где уже присутствует Вагнер, где они уже берут под контроль те или иные объекты или даже целые города, ну, как сообщается, опять-таки, что достаточно лояльно к ним относятся местные населения. Там даже были сообщения о том, что им дают какую-то еду и всё остальное. То есть их воспринимают в какой-то мере действительно как освободителей. По поводу ещё поддержки Пригожина хочу спросить, но уже, наверное, извне России. Вот по вашему мнению, могут ли какие-то спецслужбы западных и иностранных стран поддерживать Пригожина в этом его деле? Формально нет, напрямую контактов не могут быть, но разжигать эти страсти, помогать разжиганию страстей, которые сейчас происходят в Москве и в России, конечно, западные спецслужбы этому пытаются помочь, и я уверен, что украинские спецслужбы тоже это делают. Ну а в целом, по поводу ещё реакции Запада хочу спросить, вот ещё вчера мы услышали заявление от Белого дома о том, что там наблюдают за ситуацией, ну и в таком тоне, в таком духе заявления были большинства мировых лидеров о том, что, собственно говоря, наблюдают за ситуацией. Но в целом, по вашему мнению, вот как сейчас правильно должен реагировать Запад на то, что происходит в России? Ну, моё личное мнение, что Запад должен понимать, все возможные варианты, и вот в данном ситуации появился новый вариант. Я раньше думал, что единственный вариант после попытки захвата власти Пригожиным, то это будет ухудшение ситуации во время войны, что будет более агрессивное поведение России, и может быть даже более компетентное поведение России на фронте под командование там людей, которые Пригожин бы поставил. и только после этого я думал, что будет возможность Пригожина как-то системно выбросить с помощью даже олигархов России, которые бы не приняли такой новый режим. Но сейчас есть вариант стимулировать Пригожина на вариант, которым он просто прекратит войну. Ну, скажем там, намекнуть ему, что какие-то санкции по его семье могут пропасть и так далее, и так далее. Западу нужно очень-очень умно сейчас действовать, а не просто идеологемами или такими общими словами. Поэтому надеюсь, что Запад именно это делает сейчас. Хочу еще спросить о ситуации по линии Россия-Беларусь, потому что были сообщения о том, что сегодня как раз два диктатора уже пообщались по телефону. Также есть сообщения о том, что Лукашенко якобы даже покинул территорию Беларуси. Ну, мы, конечно, не можем проверить, насколько это правда. Но какая информация есть у вас по этому поводу? И как вам кажется, вот какие тут могут быть действия со стороны Лукашенко в этой ситуации? Ну, Лукашенко всегда был оппортинистом и он всегда помогал России только тогда, когда понимал, что иначе нельзя, что Путин вечный и что Путин надолго. Но при любом наблюдении симптомов того, что Путин не вечный, он сразу становился более таким нормальным, более готовым вести переговоры с Западом. Поэтому то, что я ожидаю, нет у меня информации избежал ли он или нет, но то, что я ожидаю, что он готов вот в любой момент в спину Путина как-то ну кинжаль бросить, поэтому надо ожидать вот этого. Но, говоря о диктаторах разных, вот интересно мне просто упомянут, какая была реакция неожиданная для меня Ирана, которая считается и во время войны очень важной союзник России, потому что помогает более чем любая другая страна в военном плане России, как вы знаете. Ну вот, сегодня неожиданно Иран не взял сторону конкретно Путина, сказал, что то, что происходит в России, это внутреннее дело и не будет комментировать. Путин не ожидал этого, поэтому очень интересно, что Иран считает, что нельзя предсказать, какой будет выбор, поэтому не выбирает сторону. Тут еще интересный фактор Китая, пока что мы не видим вообще никакой реакции с Пекина, но вот по вашему мнению, за пределами России остаются еще те силы, на которых в этой ситуации Путин мог бы полагаться? Я боюсь, что нет, потому что, еще раз, сила Путина была только в том, что он был примером для подтверждения, и этот пример не включал возможности, чтобы против него собственные люди, которые он так долго создавал и спонсировал, вышли на улицу и завладели город, завладели там два города. Я думаю, что этот пример сегодняшний, он уменьшит количество желающих ему быть союзниками, включая там венгельский пример, он точно откажется больше подражать ему и так далее, и так далее, турецкий, возможно. Это то, что произошло сейчас, значительно уменьшило возможность Путину рассчитывать на своих международных союзников. А внутри России какие союзники, по вашему мнению, у него сейчас остаются? И в целом, если мы говорим о силах, на которые он может полагаться, наверное, по поводу армии есть вопросы, потому что мы видели, как вагнеровцы могли спокойно пересекать границу, как они движутся в сторону Москвы, и в принципе никто пока что их не останавливает. Думаю, что здесь, конечно, Путин пытался привести фигуру своих лояльных чеченских друзей, Рамзана Кадырова, но это сыграет для него очень плохую роль, потому что это создаст вообще более готовность среди армии специально, ну и среди обычных людей, которые в общей части населения российского, оно довольно плохо относится к чеченцам, скорее всего, по разным причинам, но это создаст больше условий, чтобы армия пошла в сторону Вагнера, потому что они не могут себе представить, что они будут воевать против своих этнических, скажем, со стороны армии России, друзей, и будут занимать ряды вместе с чеченцами, которых они не уважают, поэтому я думаю, что это был такой ход со стороны Путина, а дальше, ну единственное, ФСБ, но они тоже оппортунисты, они не будут воевать, если не видят выигрышного исхода для себя, выгода для себя, поэтому кроме чеченцев, чеченской армии, я не вижу, кого еще может защищать Путин. Вы слышали вас, спасибо огромное, что присоединились сегодня к нашему эфиру. Нагадаю, друзья, Христо Грозе, журналист, расследователь проекта Путин.